Языково И крупнейший работодатель в селе – колхоз «Луч» Ильича. Передовое хозяйство, сохранившее свои позиции до сегодняшнего дня. Мы уже по району занимаем лет 10 первые места или больше. Коллектив привык уже к этому. Не удивишь ничем, когда собрание идет в Борском. Это день колхозника. Мы ведем своих и механизаторов, и животноводов. Человек 15-20 туда на собрание. Там награждает каждого. Часть мы даем денег, часть администрации дают денег. Там почетный грамотный с деньгами, конечно, чтобы конвертик. В прошлом году хозяйство отметило 85-летний юбилей. За это время были рост и падение. Однако самый переломный момент настал в 1995 году, когда колхоз распался и потребовались силы и знания единственного человека, который встал бы у руля. Таким человеком оказался Анатолий Иванович Беляков. В основном заслуга у нас, конечно, Анатолий Иванович. Он везде всем помогает. У него опыт большой. Он тоже раньше работал. И это заведующим. Основная помощь, конечно, его. Ну и нашим друженькам, ярким, телятникам, скотникам. Это труд такой, ну, каждодневный и круглогодичный. Но в основном, я говорю, заслуга – это Анатолий Иванович. У него уже большой опыт. И слишком много лет он здесь работает. Это все зависит от руководителя. За 45 лет он прошел путь от обычного тракториста до председателя колхоза. И в 2002 году был удостоен звания заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Анатолий Беляков родился и вырос в селе Языково. И, как никто другой, всегда переживал за судьбу родной земли. Всю свою жизнь он трудится на полях. Сначала простым рабочим, позже бригадиром тракторной бригады, бригадиром фермы. А в 1995 году по просьбе от насельчан встает у руля целого предприятия. Пять лет я работал дома фермером. У меня было 14 дойных голов. Молоко сдавал в колхоз. И в одно время, когда колхоз развалился, руководитель ушел по собственному желанию. Пришли ко мне механизаторы, попросили возглавить хозяйство. Я говорю, ну какой же я, вроде, как я могу возглавить, когда у меня среднее образование всего. Я говорю, нигде не учился. Нет того. Ну, говорили, прошли выборы. Троих нас вытянули. Я прошел. Большинство. Мнением большинства, каждую пятилетку его снова и снова выдвигают на должность председателя колхоза. Односельчане видят, как меняются условия их жизни и труда. Среди таких Александра Котова. Она работает здесь с тех самых пор, как хозяйство возглавил Анатолий Иванович. Сначала рядовым сотрудником, лесовщицей. И вот уже пять лет она занимает должность заведующей зернотоком. Колхоз стал передовой. Изменилось то, что, как сказать, люди стали лучше жить, стали хорошо зарабатывать. И, наверное, глядя, что у нас он такой же трудоголик, и люди у нас все такие работящие. Как руководитель, конечно, с таким руководителем можно работать. Требовательный – это самое главное. Требовательный любит, чтобы был порядок, дисциплина. И с таким руководителем хочется работать и общаться. И я еще несколько слов хотела сказать про свой коллектив. Здесь у нас работает пять человек. Коллектив дружный, дисциплинированный, сплоченный. С таким коллективом можно работать. Бывают трудности, но стараемся заменить даже друг друга, заменить, помочь. Что-то сломалось. Каждый старается друг другу помочь. В хозяйстве трудится около ста человек и все жители Языкова. Рабочий день начинается рано, особенно у работников скотного двора. Каждый год поголовье составляет 800-900 единиц скота. Больше 300 из них – коровы, что несут молоко. Остальное – молодняк и телята. Молочная продукция расходится во все уголки Самарской области и за ее пределы. Кормом свою скотину обеспечивают сами. В хозяйстве 5000 гектаров земли и еще 1500 арендуют. Выращивают все основные культуры – пшеницу, овес, подсолнух, горох и гречиху. Перечислять можно очень долго. Мы подготовили семена зимой на сев. Сейчас идет подработка гороха на семена, на товарный. Основная наша работа заключается в том, что зерно, которое приходит с поля, мы перерабатываем, доводим до определенной кондиции и на продажу, на это, куда уже колхоз ведет реализацию. Засыпаем в склады. Все. Наша работа в основном – это вся техника. Здесь нужно сказать, что техника в хозяйстве самая передовая. Отвечает всем запросам современности. Почти 10 лет Анатолий Иванович упорно старался поставить колхоз крепко на ноги. И все это время выплачивал бесчисленные долги по кредитам. Наконец настал тот час, когда у хозяйства появились собственные средства. И теперь всю технику они закупают сами. Только в этом году появилось два новых трактора. Также предприятиям закуплено шесть современных комбайнов стоимостью 8 миллионов рублей каждый. Разве не это является показателем стабильности их общей заслугой? Коллектив работает вместе давно уже. Соплоченный, как говорится, уже друг друга понимаем. Руководитель тоже наше много работает лет. Колхоз дважды получал денежные сертификаты за победные места в областных соревнованиях, как лучшая сельскохозяйственная организация. В прошлом году Борский район выдвинул председателя колхоза на участие в ежегодной акции «Народное признание». И мнением большинства Анатолий Иванович был выбран ее номинантом. Разные у людей же мнения. Но я думаю, это подтверждает, что у нас через каждый год выборы, через каждые пять лет выборы. И что он единогласно выбирается уже на протяжении скольких пяти лет к председателям. И опять в том году у нас был отчетный перевыбор. Опять ее люди выбрали уже пенсионеры на такой пост опять. Это, наверное, все и говорит о том, что люди его уважают, ценят. И, может, даже вот на таком уровне село и живет, что у нас не упало, а процветает в такое трудное время для сельского хозяйства. Супруга Валентина Павловна, как никто другой, знает его характер. Она всегда рядышком в жизни и на работе. Вспоминает, как много сил было затрачено на восстановление хозяйства. И считает это общей заслугой всего коллектива. Уборство, наверное. Ну, как производственник. Но он же прошел все ступени. Трактористом он был заведующим фермой. На заве работал. Бригадиром тракторной бригады. Он же все прошел. В общем-то, ему и не очень тяжело. И там, допустим, и отчет он сам составлял. В цифрах он более-менее разбирался. Не вот как с потолка упал сразу. Ну, и помогали, конечно, ему специалисты. И вот он один. Это общая заслуга. Это общая заслуга, достижение. У Анатолия Ивановича с супругой две дочери и четверо внуков. И все они говорят, что дома он почти такой же, как на работе. Строгий, но справедливый. В жизни у нас, также у меня он очень трудолюбивый. По детству, помню, приедет, сработал на тракторе, работал раньше. Приедет, выкопает нам три ряда картошки. Быстренько его там собрали. Там, куда съедил, еще нам. Он очень сильно трудолюбивый. Не то, что просто трудолюбивый. Он очень нас любит трудиться. Как папа, он очень... Самый замечательный, что есть папа на свете. Он очень много мне помог в жизни моей. У меня трое детей. Один из них тоже инвалид, как мы разговаривали. По слуху только он у нас. И мы его назвали в честь него папа. То ли он у нас его зовут, потому что он у нас его... Ну, как сказать, помог нам спасти его по жизни. И поддерживает нас всегда в трудную минуту. И я его тоже. Я его очень люблю. Вся жизнь людей складывается из любви. К родному краю и малой родине. К своей семье и работе. Анатолий Иванович Беляков для себя освоил, пожалуй, самые главные принципы. И верно следует им на протяжении всей жизни.